Всем доброе утро! Начинаем новый влог. Мы сейчас едем на дачу. Едем на дачу забирать детей и маму Артема. У нас сегодня дети ночевали вместе с ней, оставались. Прекрасная погода. Они звонили, пошли сейчас на Волгу. Не знаю, купались или нет, но они пошли прогуляться, посмотреть, проведать обстановку. В этом году еще дети ни разу не купались. У нас очень холодный июнь. Максимально странный. Ну вот вроде бы холодные дни уже заканчиваются. Сейчас приедем на дачу, заберем детей. Мама записана в обед в брикмахерскую, поэтому мы сегодня недолго на даче. И поедем по плану в торговый центр. Купили Кириллу джинсы, они ему большие. Купили мышку вам в видео. Не большие, они широкие. Ну широкие, да, не подошла модель. Купили мышку, а она не работает. Мышка. Так что отправляемся, отправимся с вами туда. Приехали мы на дачу, а там нет наших детей, закрыто. А вон мальчик в трусах и в панамке. Кто это за мальчик такой? А он второй. Мальчик. Мальчик Гриша, привет. Ну они там лазают в песочке. Нырнул. Мальчик Гриша, мальчик Кирюша, привет. Вот это тут у вас песочка, ничего себе. Сейчас попробуем водичку. Сломалась, да? А там еще в холодильнике на уличном там лопата. Ну-ка посмотрим, как водичка. Ну, кстати, не сильно-то и холодная вода. Сейчас чуть потеплее станет, ну не ледяная. Сейчас потеплее станет и можно купаться. Кто-то купается. А понедельник никого. Песочные люди. Все в песочке. Да он не будет заезжать, мы же сейчас уже ехать надо. Надо сказать, чтобы не открывался. Стой здесь, сейчас бабушка тебя будет поливать. И со шланга. Отмываем Керентия. Сейчас они же не знают, что изойдет. Сюрпризик. Бонус от Батти. Батя, Батя. Ну ты не так. Ну ты и Батя. Эй, эй, эй. Дом на табу. Кирилл, все, уже чистый. Да, я Кирилл. Ну ты не такую струю. Сделай струю поменьше, Тем. Кирилл, ты куда вот встань. Платинка сними. Ноги твои давай смывай. Ага. Иди, Кристина. Отойди. Отошла. Я не пройду с водой. Идем сюда. Тут бабушка поливает, тут папа поливает. Грис, иди ко мне, я тебя полю. Идем, идем. Иди ко мне. Ночку ударил. Вот такое. Идем, давай. Иди ко мне, Грису. У бабушки теплая вода, иди. Иди ко мне. Грису, иди ко мне, я тебе теплую воду. У бабушки теплая вода, правда. У бабушки теплая вода, правда. Ножки побрызгаем. Песочек смоем, давай. Вон только ножки с песочком. Иди сюда, Грис. Какой дурдом происходит вообще. Грис, хорошая ручка, распилитель. Грис, а иди сюда. Угу. И что вы тут-то? Грис, поднимайся, давай, иди. Грис, иди тепленькая вода, чтобы по ней. Давай, помоем, помоем. Помоем теплую воду. Вон, бабушки теплая, теплая вода у бабушки. Давай, Душик. Артем. Тепленькая? Поворачивайся к бабушке. Кто ты? Полотенце пополу, не волочи, пожалуйста. Призрак. Давай я пополю. Так, ну все, маме надо в парикмахерскую. Если мы не выйдем, мы опоздаем. 23 минуты. Газончик успели полить. Мы сейчас рядом с магнитом. Артем пошел покупать водичку. Там бабушка продает в мочалке. Старенькая-старенькая бабушка. И мы решили сделать доброе дело. Купили у нее мочалку. Ну, как бы, чтобы не обидеть бабушку, не просто, не стали просто давать денег. Купили у нее мочалочку. На, будем на дачу отвезем, у нас будет мочалочка. И Артем отдавал штаны в ремонт. А там работает его хорошая знакомая, с которой он уже ремонтирует вещи много лет. И смотрите, что передали. Гриш, скажи, что нужно сказать. Спасибо. Покажи, что там у тебя. Вот это. Покажи. Но мы не видим, как это называется. Это конфеты. Крепыши. Крепыши. Встречай новых героев. Вот это да, повезло тебе. На. Сейчас позвоним, Гриша, скажет спасибо. Здравствуй, Наталья. Привет. Мы хотим вам что-то сказать, да, Гриш? Спасибо. Не слышно тебе. Ой, пожалуйста, мой хороший. Спасибо за вот это. Спасибо за конфетку, он говорит. Да, да, я его ждала. Да? Привет. Мы будем чаще там заходить, да, Гриш? Приходи, конечно. Все, спасибо большое вам. Спасибо. Пока, Чё. Ага, все хорошее. Сейчас я вам историю расскажу про этот знакомый Артема. Все, вы же присталились. Когда был маленький Кирилл, и не было еще Гриши, Артем как-то тоже привозил вещи. И Кирилл с ним туда шел. Работает из дома. И она раз ему конфетку, два конфетку Кирилла. И, в общем, Кирилл, как только мы подъезжали к этому месту, сразу, папа, я с тобой, я с тобой, все время бежал, потому что его там угощали конфетками. И теперь Гриша знает это место, когда мы подъезжаем, тоже такой, пап, я с тобой. В общем, в общем, ведут года, ничего не меняется. Поколения меняются. Только дети. Папа, я хочу с собой пойти. С собой хочешь пойти? Ну, в следующий раз я понесу штанишки свои, подшивать. Ты тоже в следующий раз угости чем-нибудь, хорошо? Видишь? Какой-нибудь там подарочек тоже сделай. Хотя вон сколько угощает. Нужно не только брать, но еще отдавать. Дарить что-нибудь тоже угощать. Конечно. Приезжаем в проспект Кирова. Слушай, а здесь дом, смотри, вон, горел давно, что здесь горел? Смотрю, там окна все провалены. Или недавно это. Так все поменялось, столько новых магазинов. Ну, вообще, в принципе, я за последние несколько лет здесь на проспекте была, может быть, всего лишь пару раз. Театру, туалет, по реставрации лишь. Да, да, да. Везде видишь все. Специальные крыши сделали, если мимо люди идут, чтобы ничего на голову не свалилось. Это там такая толщина, что может и свалиться. Мы на месте. На парковке есть автомойка. Наверное, тысячу рублей будет стоить, я думаю, она. Не меньше. Можно оставить, машину помоют. Давай, что-то. Давай. Два с половиной часа, сказали. Наверное, у них очередь. Может, еще какие-то вон машины. Понедельник, очередь, видишь, все моются. Потому что погода хорошая, потому что дожди закончились. Вот почему. Так, мы идем возвращать мышку, которая не работает. В общем, мы решили поменять на другую. Попытка номер два. А вот, кстати, цена... Может быть, сейчас развесили по ценам, а в прошлый раз здесь все не так висело. Тут вообще... А, вон, за тысячу там есть. Все, новую мышку взяли. Предыдущую вернули, еще нам 500 рублей разницы вернули. Все, теперь цела осталось ждать. Все, в цели за три минуты ровно нам все вернули. Деньги на карту по номеру. Даже паспорт не нужен. Мы поняли. Мы идем обедать вот сюда, в дюжину. Там очень-очень вкусно. Новое меню у них. Вот такое без картинок. Раньше все было с картинками. Я люблю картинки. Есть вот такое еще меню. Мы выбрали то, что мы уже пробовали. Томленые щечки. Арцем взял окрошку. И цезарь мы взяли с курицей. Вот. Хотел знать пельмени. Пельмени сейчас что-то у них все... Сейчас какой-то там сбой. Они пока ее не делают. Не знаю почему. Потом досмотрим. В общем, будем кушать. Мне принесли цезарь. Я такая голодная. Что я его сейчас съем? Мне кажется, он без соуса. А! Смотрите, как окрошку принесли. Я еще первый раз вижу. Это что такое? Это горчица. Это, наверное, сметана или майонез. И квас принесли в стакане. Горчица и майонез. И с Артем будет собирать пазл. Так. Прикольно. Хочешь салатом ешь? Хочешь салат, запивай квасом. Так хочешь, заливай. С счастьем заливаешь? С счастьем запиваешь, да. С счастьем. Так, давай. Ну так, да, давай. Я думаю, началью майонез. Давай. Закончится с вами. Рецепт от Артема. Там окрошечки-то. Ага. С ладошкой. Угу. Ну все, и теперь? Теперь вот так вот. Ну ты салатку на стакану теперь надо. То есть два салатчика. Готово. Все. Это что такое акрошечка? Это горчичка, да, да. Горчица я добавил. Чуть-чуть. Это томленые щечки с картошкой. Вот это вот пророщенное. Это я съем. Можно я съем? Да, так вкусно. Это максимально странно. Мы такие думаем, что там машина делает вообще. Это получается один участник ДТП, а вон бочина у него снесена. Ничего себе. Артем поехал за Кириллом на тренировку. Кирилл и тренировка закончилась. А я зашла в магазин, еду к бабушке. Она у меня в больнице лежит. Навещу ее. Мы с ней немножко погуляем. И поеду домой на автобусе. Давно я не ездила, кстати, на автобусе. Бабулечка еще не вышла. Сейчас ждем ее. Мы уже дома. Сейчас буду разбирать покупки. Сошли в магнит. Что-то я посмотрела. Мне на ужин нечего приготовить. Можно было что-то из морозилки разморозить, но я ничего заранее не заставала. Взяли вот такой шпинат. Кстати, спасибо огромное магазину магнит за то, что он стал продавать зелень. Вот такого раньше в магните, ну, по крайней мере, в обычных, там не гипер, такого в магнитах не было. Так что это огромный-огромный лайк. Такой мелкий шпинат. Практически бейби шпинат. Рукола. Рукола растет на даче, но мы ее очень активно кушаем. Я ей обожаю руколу. Артем тоже ее кушает. Добавляю в салаты, на бутерброды сверху добавляю. Или просто, вот если яичницу готовлю, мою и как вот кладу на тарелку. Просто так его кушаю с яичницей. Поэтому мы едим много. И с дачи, и с магазина мы руколу кушаем. У нас вот эта упаковка на один день. Томаты черри. Тоже, кстати, вкусные магнити томаты. Мне нравится. Взяли на макарон по-флотски. Буду делать сегодня на быстрый ужин. Взяла два фарша. Один говяжий, один из индейки взяла. Хочу смешать. Но я не буду все два лотка использовать. Возьму, например, весь говяжий и немножко индейки. И оставлю еще для завтрака. И еще вот такие котлетки. 99 рублей. Можно сделать бургеры. Бургеры или котлетки пожарить. Посмотрим. Дальше. Что еще? Баклажанчики. Синий говяжий, по-моему, еще называются. Вот такой лучок, такой лучок. И маслица. У меня осталось еще кахетинское, грузинское масло. Прямо такое ароматное, душистое. Отлично. Это Артем взял орехи макадамии. Вот такой пакетик. Вышел мамону на 100 рублей. Вот к этим орехам в парке продают ключик такой металлический. Потому что этот орех просто так не откроешь. Покажу вам. У него такая прорезь. Я не знаю, она от природы или ее так делают. Вот он, видите. И чтобы его открыть, нужно вот так поддеть. У нас такая была история. Мы в горпарке гуляли. Я, Кирилл, Гриша и Маша, моя сестра. И мы вот эти орешки ключа не было. Мы обычным ключом от квартиры вот так открывали. И сломали ключ от квартиры. Вот, по-моему, был мой ключ. И пришлось сделать новый ключ. Поэтому обычными ключами не открывается. Все, яблочки еще мы взяли. И вот такой горошек хочу прорастить дома. Можно было хотя бы просто обычной изедать и купить семена. Микрозелень. Здесь удобная вот такая коробочка. Внутри что-то зеленое. Я уже сажала. И семена гороха посадим. И будем микрозелень выращивать. Она, кстати, очень-очень полезная. И добавлять сверху, например, там завтрак готовить. И вот эту микрозелень положить. Супер. Там есть разные всякие салаты. Мы горошек взяли. Горошек очень вкусный. Очень-очень-очень. Так, все, это все покупки. Сейчас будем готовить ужин. На ужин у нас будут макароны по-флотски. Просто, быстро. И семья довольна. Отвечу на вопрос, пока не забыла. По поводу подсветки. В комментариях в прошлом видео написали девочки, откуда подсветка. Была ли она с кухней? Нет, не была. Это мы уехали в Леруа Мерлен. Артем купил вот такие вот пластиковые вот эти штучки. Купил ленту. И купил вот такие датчики. Оп. Сам датчик находится вот тут. Он установил. Он и еще мастер он с собой приглашал. Помогать ему. Вот тут установили. В единственный момент они нагреваются. Вот эти датчики. Как бы так. Ну, прям так сильно нагреваются. Вот эта лента. Лишняя, не подключенная. Или провода. Что здесь? И вот здесь то же самое. Тоже у меня тут есть датчик. Он находится вот тут у меня. Вот раз. Кнопочка гаснет. И вот так рукой проводим. И он включается. Очень удобно. Очень мне нравится. Там лента поворачивает. Вот она идет здесь. И поворачивает вот туда. Но вот здесь она замыкает. Я не буду трогать. Вот она какое-то время. Вот эта часть не горела. А потом что-то ее Артем вот так тык-тык потрогал. Когда она снова начала работать. Вот. Очень круто с освещением. Без освещения очень-очень темно. Можно даже свет на кухне выключить. И вот этого освещения. Вот еще можно высешку включить. И этого освещения будет вполне-вполне достаточно. Лучок обжарили. До золотистого цвета. Отправляем сюда парш. Кстати, вот эти судочки я не выкидываю. Я их использую для сбора ягод. Я сейчас все это помою. Отвезу на дачу. Малина, клубника, черная смородина. Вот в таких лоточках мы везем это домой. Немного фарша индейки. Тем временем закипела вода. Отправляю сюда макароны. Еще немножечко. Вот столько, наверное. К фаршу добавляю специи, соль. Черный молотый перчик. Специи на ваш вкус у меня это сванская соль. И сюда же томатную пасту. Если пасты нет, можно кетчупа немножко. К фаршу добавляем макароны. И еще раз все перемешиваем. Макароны по-флотски готовы. К макаронам по-флотски делаем салат. У меня это шпинат, руккола и помидорки черри. Масло. И цветную капусту. Ой, цветную. Квашеную капусту. Вот как я и говорила. Лучок репчатый, лучок зеленый. И немножко маслица. Все. Очень вкусный. И не совсем вредный ужин. И вот так.